Я, честно говоря, настрой мой сегодня совсем не концертный, потому что мне, в общем, важнее сегодня даже не спеть что-то и не сказать, а услышать, потому что мы попытаемся сегодня поговорить на, по крайней мере, для трех из присутствующих здесь людей очень важную тему, потому что это наша жизнь, эти песни, и мы в это вкладываем очень много себя, времени, но я думаю, что не только для нас, если вы здесь, значит, это для вас. И что происходит, когда один человек выходит на сцену, другой слушает? Какая вообще судьба у этого занятия здесь сейчас? Что может быть виднее со зрительского места, чем со сцены? Это очень важно было бы мне лично сегодня услышать. Я попытался, я набрал песни, в которых, как на уроках литературы, говорили тема автора и его творчество, да? То есть вот есть пейзажная релика, любовная релика, а есть вот некие стихи, которые являются точкой рефлексии автора по поводу того, что он вообще эти стихи пишет, да? Ну а все, что все песни, которые обучают пить, они такие. Я искал на широких проспектах по порту, я ловил свои месяцы в горячей тоске. Я ходил в Москве, я говорил с тобой, я говорил с тобой на своем языке. Вот и начался день, расставалось окно, каждый день я бываю в краю и в аду. Если я тебе нужен, то пользуюсь тобой, покажи мне мой груз, и уже пойду. И вот мы снова с тобой идем по Москве, и я не знаю, сколько еще не шагается, но пока еще не самая часть смерти. И помоги мне спать всем, кем я должен стать, и помоги мне спеть то, что я должен спеть. Как по звуку вам нормально, спасибо. Все слышно, слова все, хорошо. Прекрасы. 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 Можешь прибрать? Спасибо. Я тогда, наверное, между песнями скажу, собственно, то, что я хотел сказать. Я записал какие-то ответы на вопрос, который мы сегодня вынесли по моей инициативе, зачем я пою. Я думаю, что для меня песни – это какой-то мой личный способ, ну, в общем, встретиться с людьми и по возможности им помочь. Вот. Вот я это так для себя понимаю. И у меня был опыт, как и у Игоря, и у Кирилла, и у Дима, который меня немножко вот в этом ощущении продвинул. У меня несколько лет назад волонтеры фонда «Подали жизнь» пригласили выступить в отделении гематологии в Боткинской больнице. И потом я там был в таком типа местах, там, в психоневрологических интернатах, к примеру. И ты туда приходишь, и ты встречаешься с очень всерьез страдающими людьми. Вот ты оказываешься на больничном холле, да? Кто-то там, значит, без волос, кто-то с капельницей, кто-то на коляске, кто-то просто в палате. И ощущение, что просто в воздухе, вот в этом, который там находится, вот это какая-то безнадежность. И дальше ты начинаешь петь, и создаётся впечатление, что вот на этот момент звучания песни, на эти две-три-четыре минуты, как будто бы в этом вот вязком воздухе возникают какие-то коридоры, да? И там можно как-то выдохнуть, может быть расслабиться, может быть... Кто-то начинает плакать, кто-то улыбаться, кто-то начинает шутить, кто-то начинает подпевать. И вот это, вот этот момент очень важный. Вот поэтому первое, да, вот мне кажется, что песня это какой-то лично мне данный способ вот быть причастным вообще к людям, к жизни. Значит, вторая песня, которую я хотел вам спеть, песни про песню, да. Ну, она про это такая. А вопрос можно сразу взять? Да. В законку. Ну, ты считаешь, что это только для боевых людей? Нет, я об этом скажу обязательно. Хотя, да, в том смысле, что мы все тяжело больные. Кстати, там, да, там я пел не свои песни в основном, вот. А про свои я скажу сейчас по-кому. Ну, вот то, что я сейчас сказал, вот в песне, которую я сейчас пою, оно прямо вот сформулировано. Вот, четыре. Выстругал я из ветра слова, Выстроил из слов себе дом, Если в твоей жизни беда, Можешь у меня переждать. В моем доме стол и диван, Раз устал, дупляк, Положили. Или выпей чай в стакан, И сядем, Поболтаем про жизнь. Расскажи мне про тревоги свои, Ты заплачешь, плачу я, Видишь в небе звезды, как фонари, Это для тебя и меня. А то, что ты спросил, у меня... Да, мне писали, и это для меня не для подтверждения того, что это все-таки работает, люди, что для них прослушивание моих песен имело, скажем так, терапевтическую функцию. Ну, то есть песня помогала преодолеть кризисную ситуацию в жизни. И это не один раз такое было. И я думаю, что это только потому, что я сам в этих кризисных ситуациях про них писал, и с помощью песен из них вылезал. И это так работает. Связь наша друг с другом, она сильнее, чем нам кажется, и она вот в этой истории с песней, мне кажется, проявляется. Вот. Это то, что я хотел сказать. Значит, теперь вот, собственно, уже мнение было про песни со смыслом. У меня был недавно очень смешной разговор, когда я приехал в Питер, и был концерт. Потом подходит, значит, после концерта такая барышня, она была такой засором, очень прилично одетая, интересующаяся, с живым интересом в глазах. Она говорит, скажите, пожалуйста, а это ваше хобби? Я говорю, ну, а концерт, ну, там, такой, ломовой, полтора часа. Я думаю, ну, а вы были на концерте? Она говорит, нет, я, к сожалению, опоздала, не была на концерте. Но вот вы мне все-таки ответьте. Я говорю, ну, мне кажется, нет. А вы любитель? А вы музыкант-любитель? Я говорю, ну, мне кажется, как бы не совсем. А что, у вас есть музыкальное образование? Я говорю, ну, нет. Ну, значит, вы музыкант-любитель? Я говорю, ну, да, окей, я музыкант-любитель, это мое хобби. Это как-то не удовлетворило. А потом я вспомнил, что у меня же есть диплом философского факультета уже после этого разговора. И песня, это, конечно, для меня способ, кроме всего прочего, осмысления того, что происходит в моей жизни, вокруг меня. Это такая часть, вообще, часть работы, которая совершается просто в жизни, по какому-то уточнению, пониманию, осмыслению. И тут нет как бы отдельной песен, отдельной жизни, отдельное искусство, отдельное неискусство. И вот просто есть некая работа по пониманию того, где я оказался, что происходит в песне. Это тоже выражается. Вот. Здесь можно играть на карту, здесь нужно. Один человек по жизни долго Себя загонял чувством долго Себя запрягал на работу Но только вот сломалось что-то Кричал поначалу ложьим рыбом Пытался начать жить по книгам Потом пропадал от депрессии Потом взял и превратился в песню И эта песня так запела Штучий вечер стал снова целым Для всех знакомых и мне знакомых Открыл дверь большого дома Те черные ягоды пусть рады И с каранами без колбола Засохшая веточка первая И в небе голодный, голодный, голодный И в небе голодный, голодный, голодный И полетел этот звук, кто на волю И всех позвал он за собою А те, кто песню тьму соль дали Поднялись в небо веселых стаи И любят песню, как два касала Тревогу улиц, тоску васала И в рот чернем, тост и мрама И кто-то плачет, да титрый взлак И кто-то входит в холодную боль И кто-то долго и болезнью болен И кто-то встретил с рук голоса, И кто-то скоро домой вернется, домой вернется. Здесь черная дыру жена, И старая мебель с полкой. Засохшая веточка вербит, В небе годы голые, голые. И лезем до светлых минут, И здравствуй, родной, как тебя зовут. И годы бессмысленно и скорбей, В небе годы голые, голые. А это кружочки, это люди? Здравствуйте, друзья. Круто, четверо человек. Привет. Слушай, это первый раз в моем концертной практике. Это, конечно, какого-то другого реальность. Бигдата. Наверное, хватит, да? Я уже 20 минут, по-моему, свою... У тебя еще есть какой-то... Отлично. Значит... Как? Четыре. Как? Четыре. Да. Да, вот, еще важная вещь, хорошо, что я посмотрел. Есть одна вещь. Мне кажется, что вот песня, которой мы занимаемся, вот эта песня, этот жанр. Это какой-то немногий способ оставшийся людям почувствовать себя вместе. Это какой-то способ, можно сказать, что это орган, которым сообщество себя ощущает, самоощущает. Так же, как народная песня была. Вот мне кажется, что в сегодняшней ситуации вот это... Вот это не только себя имеют в виду разные, а это способ, которыми... Вот этот штамп, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, ну, как бы, ха-ха-ха, да? Вот эта песня известная. Но это ощущение, которое возникает у артиста, у слушателей, у всех, оно на самом деле очень точно сформулировано в этой фразе. На момент слушания песни, вот у нас возникает вот это чувство, да, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это то, что... Это то, что... Это мысль, но я понял ее, когда приходил петь песни в психоневрологические интернаты. Там не то, что ты такой, значит, прекрасный, а то, что ты приносишь вот это ощущение, что да, мы вместе, нам хорошо, это какой-то, не знаю, праздник, радость, ну что-то, что мы люди, да? Вот, это очень важная вещь. Наверное, это последнее, что я хотел сказать в этом блоге. И, да, последняя песня называется «Мир». Я ушел оттуда, где я был, туда, где я теперь. Я ушел из дома, где я жил и закрыл дверь. Я ушел в наряде из-за глаз, заношенным до дыр. Я ушел из мира и попал в другой мир. Мир, где самолет улететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется петь и все еще может быть. Мир, где моим детям смеяться и расти. Мир, открытый для любви и радости. Я больше не хочу о нем петь, пусть он сам поет. Я не хочу выдумывать жизнь, пусть сама живет. Я хочу, чтоб кончился страх нового дня. Видишь, я расшал кулак. Обними меня, обними меня. Я устал играть эту роль. Обними меня, я теперь больше не герой. Нет, я не пытаюсь тебе понравиться. Но обними меня самому, мне не справиться. Но что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь горе, море, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто я предатель дезертир? Ладно, я вернусь и понесу с собой мир. Мир, где самолет улететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется петь и все еще может быть. Мир, где моим детям смеяться и расти. Мир открытый, для любви и радости. Мир, где моим детям смеяться и расти. Мир, где моим детям смеяться и расти. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. У вас дети есть? Четверо. Как удается совмещать семью и творческое выступление? Ну, организационно, опять, что я очень мало езжу по другим городам. В этом смысле я не живу гастрольной жизнью, хотя бы и не стремлюсь, потому что мне кажется, что мне важнее в этой технике. Да, девушка, пожалуйста. А сколько вы уже занимаетесь? Концертами? Концертами я плотно занимаюсь лет 10. Понятно. Пожалуйста. У меня был вопрос, и есть такой вопрос. Когда вы говорили, что сначала была тема того, что важно петь для детей и больных, или еще для кого-то. И когда задать вопрос, насколько это у вас собственный внутренний критерий нужности, как он соотносится с критерием внешним? То есть, условно говоря, можно ли говорить о том, что это 50% мой внутренний критерий, что нужно петь, хочу петь, а 50% это то, что я получаю. Ну да, да. Вот, мне кажется, хорошо, что мой внутренний критерий. Я не хочу подсказывать. Ну, я принимаю ваши подсказывания. Ну, забудьте ее, скажите, как действительно по нас. Просто это разные люди, у кого-то тут на 100% без всякого фидбэка уверен, что он должен петь. Нет, я совсем нет. А сколько вы тогда? У меня свою уверенность на процентов 19. А остальное, в общем, это благодаря тому, что мне говорили, что это имеет смысл. Ну, по-разному. И если бы это у меня не говорили, я думаю, что я буду прекратен. Но это не мое достоинство, кстати. То есть, я в этом будущее зависимо. Ну да, получается, если вдруг пойдут какие-то не очень удачные песни, ну, вдруг? Да. Сейчас уже нет. Почему? Нет, вот сейчас я уже в той ситуации, что, ну... За счет работы на студентах? Что? За счет работы на студентах? Ну, говорят. Говорят. Я понял, да. Я просто пытаюсь понять, что это значит. Но это значит, что ты наработал уже некий капитал. Нет, я уверен. Да, сейчас уверенности больше. Сейчас, мне кажется, я, ну, как-то, ну, более уверенно себя ощущаю. Да, в этом смысле. Вот. Но для меня это очень важно. Все равно вот это. Оценка, отзыв. Да, я думаю, что для всех, кто пойдет, это еще можно. Ну, вот это очень интересно и спорно. Да. Нет, опять же, если мы говорим о публичном творчестве, то, безусловно, отдача к зрителям важна. Если бы, например, пришел для себя или я боюсь, что он не хочет, это совсем другая оценка. Нет, ну, тут явно человек уже как бы он в контакте, не просто он домашний гений какой-то, так сказать, законспирированный. Он уже в контакте и уже долгий год. Поэтому не может интересно спросить, как в его реальности работающие с одной стороны. Главное, чтобы не наступил такой... Ну, бывают серии... Время, надеюсь, в конце насчет общего обсуждения все будет. Ну, как бы мы не дождемся как-то. Нет, вы очень дожди. Главное, что есть же такой момент, когда, знаете, у некоторых появляются недопожелатели, которые начинают члорить, условно говоря, что там и творчество там, и... Я очень болезненный, господин. Вот, вот. И главное, чтобы, соответственно, вот ваша уверенность, я от себя пожелаю, чтобы она была, знаете, вот, когда вдруг кто-то там что-то начнет говорить, чтобы за счет того, что была в вашей жизни положительный отзыв и собственная уверенность побеждала вот этот негатив просто. Потому что всегда, знаете, возникает зависть там у некоторых еще что-то. Ну, у всех разные свои причины. У кого-то просто больной мозг, да? Не надо нам вот это, надо цин-цин-цин-цин. Да? Какого рода песен, понимаете, а тут надо что-то думать, там еще что-то такое, чтобы вот именно внутренняя верность побеждала, что-то не сильно нужно. Спасибо. А вот это все. Спасибо. Там уведено? Или у тебя там? Все, все, все. Включаю. Спасибо вам. Спасибо. Павел Федосов. Просто... Спасибо. И... И... Ага.